Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня проблемы в отношении к спам. Мы встречались ещё давно, около года, потом расстались и через год снова сошлись. Я понимаю, что очень сильно его люблю, и я не знаю, что делать. В отношении к последнее время очень много ссор, у него нет ко мне доверия, и из-за этого он грубо обращается со мной. Я понимаю, что это нехорошее отношение, что от них нужно бежать. Но я ничего не могу поделать с чувствами, они очень сильные. После каждой ссоры я иду мириться и говорю себе, что мы справимся, у нас всё получится, наши отношения, молодец, но этого не происходит, и остаётся снова-снова говорить себе, что всё будет хорошо через какое-то время. Сейчас мы опять в ссоре, но я запутался, мне кажется, я никогда не смогу его отпустить. Я, наверное, должна написать какую-то конкретику, но я скажу одно, я не знаю, как выйти из отношений и отпустить человека. Я не знаю, можно ли наладить эти отношения, может ли ещё не ссабоцировано. Это моя первая любовь. Наверное, поэтому чувство к нему настолько сильное. Что ж, действительно несколько размазанный получился у вас текст, несколько расплывчатый, и кроме того, вы не сформировали вопрос-задачу к психологу. То есть, то ли вы хотите расстаться, это одно, мы вам поможем, то ли отношения гармонизировать, в этом тоже можно помочь, но что делать, решать вам. Дальше. Вы пишите, у меня проблемы в отношениях с парнем. Это хорошо, что вы пишите, что у вас проблемы, но какие? Какая проблема у вас в отношениях с парнем? Далее вы пишите, мы встречались давно, около года и после расстались. И сейчас вырастали, через год сошлись снова, что послужило основанием для того, чтобы вы сошлись. Я понимаю, что очень сильно вылюблюсь, что вы вкладываете в это, вот, очень сильно вылюблюсь. На мой взгляд, это не совсем любовь, это скорее нуждаемость. Нуждаемость, это не любовь. Нуждаемость, это зависимость, за счёт которой вы стараетесь что-то в себе компенсировать. В отношении к последнее время очень много ссор. Здесь я бы рекомендовал вам изучить психологическую игру. Скандал это первое. Второе, определить личную ответственность и личный вклад в эту ссору. Ссоры не возникают на равном месте, и каждый вносит свой вклад в неё. У него ко мне нет доверия, почему? Из-за этого он грубо обращается со мной. Как отсутствие доверенности, а доверие связано с грубостью. Я понимаю, что это нехорошее отношение, что от них нужно бежать. Чем с чем они вам не нравятся. Попробуйте опереться здесь на это. Я ничего не могу поделать с чувствами, они очень сильны. Что это за чувства? Давайте их опишем. После каждой ссоры я иду мириться и говорю себе, мы справимся, у нас всё получится, наши отношения наладятся. Возможно, но примирение это всегда какие-то решения, это всегда какие-то выводы. Какие решения и выводы делаете вы при примирении? Этого не происходит, что вас мотивирует думать, что это произойдёт. И остаётся снова и снова говорить себе, что всё будет хорошо через какое-то время. А здесь такое ощущение, что вы не живёте настоящим, а живёте будущим. Это весьма частая стратегия жизни невротика, которая складывает всё на потом. Имейте это в виду. То есть я не буду, я не живу сейчас, но хорошо будет потом. Нет. Сейчас мы опять ссорим. Из-за чего и какая ваша ответственность в этой ссори? Ваша ответственность какая? Я запутался, мне кажется, я никогда не смогу его отпустить. А что будет, если вы его отпустите? Я, наверное, должны написать конкретику, но я скажу одно, не знаю, как выйти из отношения. А выйти куда? Ради чего? Если вам ничего в жизни не интересно, кроме этого молодого человека, конечно, вы не будете из этих отношений выходить. Это нормально. И отпустить человека, я не знаю, можно ли наладить отношения. Скорее всего, можно. Это моя первая любовь, наверное, поэтому чувство настолько сильное может быть. Но, если честно, я не думаю так. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи! Обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok